Эксперты компании RecordFuture, специализирующиеся на кибербезопасности, утверждают, что деловой центр Москва-Сити стал хабом, через который якобы проходят незаконные операции с криптовалютой. Об этом сообщает The New York Times. По данным компании, в деловом районе российской столицы насчитывается около 50 криптовалютных бирж, которые занимаются незаконной деятельностью. Специалисты RecordFuture пришли к выводу, что часть выплат криптовымогателям проходила через Москву-Сити. По мнению одного эксперта RecordFuture, криптобиржи выбирают деловой центр из-за его престижности. Они могут публиковать в Инстаграм красивые виды и красивые небоскребы. Это однозначно повышает доверие к ним. В сентябре власти США объявили о введении санкций против российского криптообменника SUEX, который зарегистрирован в Праге, а также имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. Криптовалюты ТЕРА За месяц токен ТЕРА подорожал на 42%, а 5 декабря Альткоин установил исторический максимум стоимости – выше 77 долларов, после чего снижался более чем на 20%. А в декабре прошлого года Альткоин вообще торговался на уровне 50 центов. За год его цена выросла на 14 500%. ТЕРА – это блокчейн-протокол, с помощью которого создаются привязанные к фиатным валютам стейблкоин. А владельцы токена Луна могут предлагать предложение по улучшению блокчейна и голосовать за поправки в нем. Аналитики компании «Сантимент» утверждают, что цена биткоина начала активно восстанавливаться из-за действий китов, которые выкупают падение. Согласно данным «Сантимент», после снижения до 42 тысяч, адреса, содержащие от 100 до 10 тысяч биткоинов, выкупили еще 67 тысяч биткоинов. Это 3,5 миллиарда долларов. Основная причина, по которой крупные инвесторы активно скупают биткоин – это не спекулятивный интерес, а стремление уберечь свои активы от обесценивания на фоне инфляции. Нельзя отрицать тот факт, что среди крупных держателей криптовалюты есть так называемые биткоин-максималисты. Это инвесторы, которые верят не только в существенное подорожание монеты в будущем, а и в эволюцию биткоина в мировую платежную систему. Среди наиболее крупных держателей биткоина настроение позитивно, и они ожидают подорожания актива в будущем. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневные прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 1,5 эфира, то есть 7 тысяч долларов, и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Разработчик компьютерных игр Ubisoft объявил о запуске собственного NFT-маркетплейса. На нем будут продаваться цифровые товары под названием Digitiz. Каждый получит уникальный номер. Данный проект основывается на блокчейне Tezos. После объявления компании одноименный алькоин резко подорожал. Сейчас он торгуется на уровне 5 долларов 60 центов. За прошедшие сутки криптовалюта выросла в цене на 36%. Первая серия Digitiz будет представлена 9 декабря, то есть сегодня, для игры Том Клэнси Ghost Recon Brick Point. До конца декабря игроки смогут получить первые NFT бесплатно, в ходе бета-тестирования. Затем они будут продаваться за криптовалюту. Однако изначально релиз состоится только в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии. Игровые предметы можно будет выставить на продажу и за пределами экосистемы Ubisoft. Порядковый номер Digitiz будет отображаться прямо в игре. Каждый игрок сможет иметь только один предмет определенного вида. Также вся информация о NFT будет храниться в блокчейне. Экосистема цифровых предметов от Ubisoft получила название Quartz. В компании подчеркнули, что исследовали технологию блокчейна протяжении 4 лет. В Ubisoft объяснили, что с помощью децентрализованного подхода игроки могут владеть предметами в играх. Сбербанк рассчитывает до конца текущего года получить регистрацию ЦБ для своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. «На первом этапе Сбербанк планирует выпуск и оборот на платформе только о собственных активах, затем откроет доступ и для других эмитентов. Мы находимся в постоянном контакте с ЦБ, обсуждаем разные моменты. Нам очень хочется верить, что до конца текущего года регистрация состоится», – отметил Греф. Греф также заявил, что не верит в метавселенную Фейсбук. «По словам главы Сбербанка, пока технологии не позволяют сделать платформу, на которой будет удобно находиться в течение длительного времени. Тренд в эту сторону просматривается, вне зависимости от того, кто ты и чем ты занимаешься. Мы все будем там, в конце концов. Но я думаю, что пока мы не готовы говорить о том, что это тренд, который сегодня уже принесет большие плоды». Платежная система Visa начала оказывать консалтинговые услуги по работе с криптовалютами для своих клиентов. Об этом сообщается NBC. По данным издания, компания предлагает консультации финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим организациям, начинающим работать с цифровыми валютами и невзаимозаменяемыми токенами NFT. Американский банк QMB стал одним из первых клиентов Visa, который уже получает соответствующие консалтинговые услуги. Visa считает, что помощь другим компаниям в работе с криптовалютами будет способствовать массовому принятию биткоина и других цифровых активов. Глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе Никола Плекас сообщил, что в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более 3,5 миллиардов долларов. «Криптовалюта для нас – это огромная новая тема и возможность роста, и мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса», – отметил Плекас. «Как видите, криптовалюта набирает свои обороты. И всё правильно, что вы интересуетесь данной темой. Но одновременно с этим можно поучаствовать в розыгрыше. На канале каждую тысячу подписчиков Виталий разыгрывает 150 долларов. Среди участников будет выбрано три победителя, которые получат по 50 долларов. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий под видео. Надёжный проект, которым я зарабатываю по 9% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok